Вирус-вымогатель добрался и до Нижнего Новгорода. Этот вирус шифрует все данные на компьютере и нужно либо платить выкуп хакерам, либо уничтожать всю информацию. По оценкам экспертов, компьютерной безопасности жертвами стали уже около тысячи нижегородских организаций и предприятий и еще большее количество физических лиц. Зараженное электронное письмо маскируется под нечто привычное. 15 мая на почту у нас пришло письмо якобы от Ростелекома. Открыли его, в письме был архив, который также запустили, тоже без каких-либо подозрений и опасений на то, что может что-то произойти. После запуска данного архива файлы на компьютере зашифровались. Вот скриншот приложения, который предлагает расшифровать файлы, которые были зашифрованы, которые нельзя было открыть, и предлагает заплатить определенную сумму денег по адресу. 300 долларов они просили. Документы были важны, здесь бухгалтерские отчетности. Бухгалтерия, полностью бухгалтерия, в общем-то, велась вот на данной машине. Буквально два дня назад 180 тысяч компьютеров было заражено по меру. Сейчас уже 300 тысяч. Повезло, что на работе еще не было других сотрудников, и другие компьютеры были не включены. Если бы они были включены, угроза бы распространилась просто по всей сети, и встало бы вообще все. Избавиться от него на самом деле тут два варианта. Частично избавление, я говорю, что может помочь именно работа, сделка с дьяволом. Второй вариант был предложен компании Symantec, в свое время обнаружен. Это при детектировании первых релизов данного вируса, что в данном случае произошло. Есть определенный шанс восстановить данные. Но это не факт, что это может быть использовано в других случаях. Тем более уже появилась вторая версия данного программного обеспечения, где были устранены различные недоработки хакерами. В Нижнем Новгороде у нас за, наверное, последнее время процентов... Ну, короче, за последние две недели нам позвонили чаще, чем за последний год. Вот так. То есть на самом деле проблемы есть, они незаметны просто обычным людям. Если люди до сих пор еще не задумывались о безопасности с точки зрения информации, да, оберегать свою собственную информацию, то сейчас, наверное, самый последний, сегодня самый последний день, когда об этом стоит задуматься. Кстати, единственный стопроцентный способ не стать жертвой хакеров, это не открывать никаких подозрительных писем, приходящих по электронной почте, и уж тем более не запускать никаких файлов и архивов, лежащих там.